У нас в студии заместитель главного врача, краевого онкодиспансера, кандидат медицинских наук Сергей Викторович Шаров. Сергей Викторович, здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Скажите, вот эта субботняя акция, насколько она востребована? Насколько люди действительно приходят и переживают о своем здоровье и готовы получить бесплатную консультацию? Действительно, в эту субботу, 12 августа, у нас в онкодиспансере прошла диагностическая акция. Нас посетило 617 жителей Краснодарского края. У 11 из них были выявлены предраковые заболевания. И у 53, к сожалению, подозрения на злокачественное образование. Все они будут приглашены к нам в поликлинику онкодиспансера для дообследования и дальнейшего лечения. 617 это много? Это больше, чем в прошлом году? Вы какую-нибудь статистику такую ведете? Да, с каждым годом количество пациентов увеличивается. И это хорошо, на самом деле, потому что эти скрининговые акции для этого предназначены, чтобы к нам приходили пациенты, которые, в общем-то, считают себя здоровыми. И уже специалисты выявляли у них заболевания на ранних стадиях. Сергей Викторович, ну, знаете, фраза «количество пациентов увеличивается» – это хорошо. И как-то вот в отношении онкодиспансера звучит пугающе, если честно. Вы имеете в виду количество людей, которые обращаются для профилактики? Которые обращаются, и в том числе увеличивается количество пациентов. Потому что больше выявляется. Растет, но, к счастью, именно растет заболеваемость на первых стадиях. Тогда, когда лечение проходит достаточно быстро, и благоприятный прогноз заболевания. Краснодарский край, наш климат, наше жаркое солнце, я так понимаю, что способствует количеству заболеваний рака кожи? К сожалению, это так. Наш благодатный край очень богат на активное солнце. И оно вносит свою плохую лепту в заболеваемость раком кожи. Известно, что все мы очень занятые люди. И когда доходит очередь до отпуска, все хотят действительно отдохнуть по полной и, в общем-то, порадоваться солнышку. И, к сожалению, именно незнание определенных методов защиты от активного солнца, незнание особенностей своего организма, своего типа кожи, с годами приводит к тому, что они могут заболеть эти люди раком кожи. Хорошо. Чтобы не допустить, как часто нужно ходить к врачу или, может быть, самому какой-то там осмотр устраивать раз в месяц? То есть, вот меры профилактики. Давайте все-таки к врачу. Как часто нужно обращаться к специалисту? Дело в том, что у разных людей совершенно разные вообще факторы риска, степень риска заболеть этим заболеванием. И к группе риска относятся люди, у которых светлый тип кожи, первый, второй тип так называемой кожи. У них она сразу же сгорает на солнце. У них светлые глаза, светлые волосы или рыжие волосы. Это первое. Люди, которые должны обратить внимание и чаще обращаться к врачам и заниматься самообследованием. Во второй категории это пациенты или люди, у которых есть родственники с заболеванием опухолей кожи. В третью группу относятся люди, у которых в силу своих профессиональных особенностей вынуждены очень длительное время находиться на солнце, либо на каком-то вредном производстве. Они должны как минимум раз в три месяца осматривать себя на предмет изменения или появления новых каких-то новообразований на коже. Лучше всего это делать перед зеркалом, используя для труднодоступных мест это спина, волосистая часть головы, промежность, второе зеркало. Или, в общем-то, с развитием новых технологий. У каждого есть мобильный телефон. Можно сделать общий снимок, допустим, спины. Сделать какие-то потом снимки отдельных частей спины. И через какое-то время сравнивать. Если вы заметили, что у вас что-то появилось новое, или существующая родинка стала меняться, да, это тревожный повод, и это повод обратиться к врачу-дерматологу. Для группы риска раз в три месяца. Да, самообследование. И как минимум один раз в год поход к врачу-дерматологу. Хорошо, для людей не светловолосых, как у меня, на солнце не работающих. Но, с другой стороны, я наоборот часто нахожусь в помещении, а на солнце, если, как вы говорите, попадаю, то сразу наслаждаются им по полной. То здесь, как часто мне нужно обращаться? Для таких людей достаточно знать, какие у вас есть на теле новообразования. И хотя бы самообследованием заниматься раз в год. Если вы заметили какие-то изменения, то тогда только идти к доктору. Вы знаете, сегодня наш корреспондент утром вышел на улицы города и у краснодарства спросил, как часто они приходят к врачу, к онкологу, чтобы провериться, есть у них какие-то симптомы заболеваний или нет. И давайте посмотрим, что они нам ответили. Скажите, а как часто вы проверяетесь у онколога? Ничего не проверялся. Пока думаю, что это пока мне не нужно. Каждый год. Очень редко. У онколога раз в полгода. Да практически вообще никогда. Никак. Никак? Хорошо. Никогда? Да. Мы здоровые люди. Ведем здоровый образ жизни. Все, питание, нам это не нужно. Очень редко. Никогда. Не проверяюсь. Ни разу в жизни не проверялась. У онколога? Не помню, когда. Редко, очень редко, очень редко. Ну, надо, наверное, сейчас провериться. Пока не проверялась. Раз в год. Как положено? Не часто. Ну, раз в два года. Я один раз в жизни всего проверялся. Я не знаю, что это такое. Ну, это врач по раковым заболеваниям. Я турист. Я приехал из Испании, поэтому я не понял. Ну, видите, да, в основном, наверное, процентов 70 ни разу не проверялись. Или там проверялись один раз в жизни. И только вот три или четыре было ответа раз в год. Или там раз в два года. То есть действительно так оно и есть, да? Многие все-таки приходят уже, когда совсем все плохо. Да, к сожалению, у нас примерно в 40% случаев в Краснодарском крае. Да, и, в общем-то, по всей России пациенты приходят уже в третьей, в четвертой стадии заболевания. Это говорит, конечно, о несвоевременной диагностике этой болезни. Давайте немного, да, о грустном. То есть вот здесь вот третья, четвертая стадия. Насколько возможно вылечить? И насколько долго люди живут в четвертой стадии? Конечно, это зависит от заболевания, да, от конкретно какой орган поражен, есть ли метастазы, их количество. Но благодаря развитию медицины и в том числе активному участию администрации Краснодарского края, Министерства здравоохранения Краснодарского края, онкологическая служба у нас представлена очень хорошо. И у нас есть все современные методики, хирургические, лучевые, лекарственные способы лечения, для того, чтобы помочь людям победить этот коварный недуг, и для того, чтобы максимально постараться им продлить жизнь. И все-таки, да, чтобы не допустить, давайте о профилактике. Вы перед началом программы сказали, что загар – это главная проблема, это главный такой бич, да, не знаю, люди вот этот культ загара проповедуют, и несмотря на все предостережения врачей и онкологов, ну, просто не слушают. Для опухоли кожи на самом деле это так, потому что культ загара, он начал развиваться со второй половины прошлого тысячелетия, это стало модным, и именно с этим исследователи по всему миру связывают резкий рост заболеваемостью опухолями кожи, и даже это называется тихой эпидемией. К сожалению, у светлокожих людей, да, генетический аппарат изначально устроен таким образом, что у нас нет естественной защиты от ультрафиолетового спектра солнца. И загар, собственно говоря, это защитный механизм организма, он пытается таким образом организм защитить себя от пагубного воздействия ультрафиолета. И в последнюю очередь это какое-то, скажем так, красивое проявление, это какой-то социальный статус. Это организм кричит о том, что ему нужна помощь. Это нисколько, собственно говоря, нехорошо для него. Давайте продолжим с вами разговор буквально через пару минут. У нас на связи Москва. Врач, аллерголог, иммунолог, профессор Андрей Петрович Прадеус. Андрей Петрович, здравствуйте. Добрый день. Андрей Петрович, есть такое мнение, что у нас нет таких методик и технологий в лечении рака, как в Германии или Израиле. Это так действительно? Да нет, конечно. У нас, в общем-то, все это есть. И есть все те же самые методики. И лечение проводится, в принципе, теми же технологиями. Разница бывает только вот в чем. Что некоторые лекарственные препараты выходят на рынки зарубежных стран раньше, а зарубежными фирмами регистрируются и входят в широкое употребление в России чуть позже. Но это, к сожалению, уже вопрос не наших врачей или не нашего здравоохранения. Это вопрос бизнеса и фармакомпаний. Где и в какой момент они начинают регистрацию наиболее современных лекарственных вещей, препаратов. Андрей Петрович... Более емкий рынок американский, им большинство компаний американская. Поэтому они сначала регистрируют в Европе и в Соединенных Штатах Америки. А уже потом выходят на рынки других стран. Скажите, лекарства от рака это фантастика? Да нет, извините, пожалуйста. Как же фантастика? Мы имеем очень хорошие результаты в лечении рака. Если говорить, допустим, о лейкозах, то 95% в стадии второй вылечиваются полностью. Если мы говорим о меланоме, теме сегодняшней вашей беседы, к сожалению, это одна из самых агрессивных опухолей, которая имеет очень высокий уровень метастазирования и достаточно быстро растет. А люди, к сожалению, очень поздно обращаются за помощью. Вот в этом и есть основная проблема лечения. И поэтому, как бы сказать, агрессивность опухоли плюс позднее обращение дает вот такую не очень хорошую картину клиническую. А лечение существует. Это и облучение, и химиотерапия, и оперативные методы лечения. И все-таки, если можно коротко, ситуация с раком катастрофична, потому что люди поздно обращаются, а не потому что нет технологий, методик и специалистов. Правильно я понимаю? Две вещи. Вот предыдущий коллега, видимо, говорил, что действительно люди со светлым цветом кожи действительно больше предрасположены к этому. Действительно, ультрафиолетовое излучение, оно поражает клетки нашей кожи, изменяет наше ДНК, превращает наши нормальные клетки в ненормальные. И почему-то действительно вот этот культ обнажиться и пойти полностью загорать, даже пойти в какие-нибудь салоны загара, вот принял какие-то странные вообще объемы. Это первое. Второе, действительно, позднее обращение. Все время путают меланомы с какими-то бородавками, родинками. И вообще идти к врачу как-то не модно. Лечиться самолечением модно заниматься. Это сарказм у меня такой уж, простите, пожалуйста. Поэтому позднее обращение вот в таких случаях агрессивных опухолей приводит к действительно плохим последствиям. Андрей Петрович, спасибо большое, что вышли на связь. Вы дали комментарии нашей программы. Сергей Викторович, у нас две минуты буквально остается. Хотел бы с вами такой небольшой блиц провести. Это цитаты сейчас я нашел на форуме, где обсуждают, собственно, рак кожи. Я вам зачитываю, вы говорите, да, нет, если коротко. Там почему. До старости еще далеко, я до рака кожи не доживу. К сожалению, это неправда, потому что пик заболеваемости раком кожи приходится на возраст 50-60 лет. И он молодеет. Солярий более безопасен, чем солнечные лучи. К сожалению, это не так. Это равнозначно по своей, скажем так, возможности привести к раку кожи. Ну, здесь рак кожи не излечив, но здесь мы уже поняли, что это неправда. 90%. Если мои родинки не увеличиваются, я в безопасности. Если родинки никаким образом не меняются, это замечательно, это хорошо, но это не говорит о том, что нет вероятности заболеть раком кожи. Так, я регулярно бываю у дерматолога. Если бы он что-то заподозрил, он бы мне сказал. Это так. Это так. Если я удалю все родинки, то у меня не будет рака кожи. К сожалению, это неправда. Солнцезащитные кремы вызывают рак кожи. Раньше не было этих кремов, и раком никто не болел. Нет, я не согласен. Солнцезащитный крем, безусловно, защищает кожу от солнечного ожога, но достоверно, к сожалению, не снижает риск развития раком кожи. И оптимальна, конечно, механическая защита. Это одежда, это зонт, это тент. Так, я легко загораю и никогда не обгораю. Значит, мне рак кожи не грозит. Нет, риск развития рака кожи у таких людей гораздо меньше, чем с первым типом кожи. Но, тем не менее, при хронических солнечных ожогах может все равно развиться рак кожи. Если на улице пасмурно, солнцезащитный крем можно не наносить? Нет, это не так. Не хочу удалять родинку, хирургически останется шрам. Для этого существуют медицинские показания. Если доктор говорит, что удалить ее нужно, значит нужно. А уже метод удаления можно обсудить с доктором. Там существуют лазерные методики, криодеструкция. Сергей Викторович, спасибо, мы все поняли. Знаете, я бы хотел прочитать напоследок слова Вуди Алина. Самые прекрасные в мире слова – это не «я люблю тебя», а «это доброкачественная опухоль». Спасибо огромное, что пришли. Не болейте, продолжайте смотреть информационный день на телеканале Кубань-24.